Итак, как всегда, прежде чем мы начнем исследовать глубины нашего наследия во Христе Иисусе, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей сработы с истинною Слово Божие и со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни». Послание посла Павла Ефесянам, глава 4 стихи, 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». И, как мы уже знаем, для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три повелевающих и основополагающих глагола – это «отложить», «обновиться» и «облечься». Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных действий «совлечься», «обновиться» и «облечься» будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги вечной жизни, хотя в свое время они и были вписаны туда. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего вопроса. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. И в связи с обличением самого себя в полномочия своего нового человека, несущего в себе полномочия воскресения Христова во всеоружии света, мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога в достоинстве Его искупительной и вечной милости, о которой мы только что пели. А средства для принятия всякой помощи выраженной в наследии вечных милостей Божиих является ничто иное, как оружие молитвы или же поклонение в Духе и истине. Так как молитва – это не только средство общения человека с Богом, но и некое священно-юридическое право, которое является орудием, приводящим в действие законодательство Божие, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. Учитывая же то, что самый сильный рот молитвы является молитвой постоянной, которая не отступает от своей цели, пока не получит просимое, мы с вами стали рассматривать формат постоянной молитвы в судном на перстнике первосвященника, который является форматом постоянной памяти пред Богом. Сила такой молитвы призвана была представлять неограниченную власть Бога над бытием в отведенном им для нас времени и пределах. В силу этого мы прибегли к необходимости рассмотреть, какую цель преследует Бог в своих намерениях, когда побуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы, а также каким образом и на каких условиях Бог может и желает дать человеку право стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы Бога в реализации своего наследия в Боге, потому что наше наследие является интересами Бога, Его целью, и пока Он не достигнет этой цели, Он не успокоится. Хочу вас заверить, что Он сможет достигнуть этой цели, потому что любая цель, поставленная Им, всегда возможна для Него, и Он достигнет ее. Исходя из откровения Писания, наша молитва в качестве воинов молитвы, обусловленной достоинством 12 драгоценных камней, судного наперстника, должна быть, во-первых, неотступной, во-вторых, усердной, затем прилежной, с дерзновением, благоговейной, с показанием веры сердца, с благодарением, с радостью, в страхе Господнем и во Святом Духе. В предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели суть первых восьми составляющих, которые и определяют как состояние сердца, воина молитвы, так и качество его молитвы. И остановились на рассматривании девятой составляющей это присутствие в молитве страха Господнего или же молитва, которая творится в страхе Господнем. Но прежде я вновь приведу антонимы или же противоположности тем свойствам молитвы, которые уже являлись предметом нашего исследования, потому что на фоне антонима всякого признака лучше и яснее видится свойство и характер самого признака молитвы. антоним неотступности это неверность и непостоянство. Это то, что будет противостоять неотступности в постоянной молитве. Это неверность и непостоянство. Антоним усердия – это обыкновенное противление плоти. Антоним прилежности – это лень, природная лень. Антоним дерзновения – это дерзость. Антоним благоговения – это пренебрежение и ненависть. Антоним веры Божией – это неверие или противление вере Божией. Благодарность – антоним ее неблагодарная жестоковинность. Антоним радости – печаль или уныние. Антоним страха Господня – страх человеческий. Как и в предыдущих достоинствах молитвы – страх Господни, который мы будем исследовать. Мы стали его исследовать в формате четырех классических вопросов. Из какого источника проистекает страх Господень? И какими достоинствами или критериями наделен в Писании страх Господень? Какое назначение призвано выполнять страх Господень в наших взаимоотношениях с Богом, друг с другом и со всей землей? Какую цену или какие условия необходимо выполнить, чтобы принять страх Господень, исполняться страхом Господнем и пребывать в страхе Господнем? Как сохранить и приумножить в своем сердце страх Господень? А также по каким результатам следует определять и проверять самого себя на наличие в своем сердце страха Господня? На предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели суть первого вопроса и остановились на рассматривании второго вопроса. Мы отметили, что как страх Господень, так и страх человеческий – это две абсолютно разные программы, исходящие из двух диаметрально противоположных источников, обуславливающих программу вечной жизни, исходящей от Бога, содержащей в себе свойства и природу Бога, и программу вечной смерти, исходящей из недр падшего Херувима, содержащей в себе свойства и природу падшего Херувима. Мы знаем, что первый Адам через неповиновение Богу преобразовался в программное устройство падшего ангела и унаследовал от него программу противоположного Богу страха, которая была передана всему человечеству и стала называться страхом человеческим. Характер, заключенный в страх Господень, как и предыдущее свойство, предписывается писанием для творчества молитвы, как заповедь, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ, невыполнение которого карается смертью, выраженной в окончательном разрыве мирных отношений с Богом. Страх Господень как программа, обуславливающая жизнь Бога, определяется источником премудрости Божией и является содержателем и выразителем этой удивительной, высочайшей премудрости Божией. И как программа может пребывать и выражать себя не иначе, как только в программном устройстве, обуславливающем мудрое сердце, сердце возрожденного от Бога человека, который становится обладателем верного разума, пребывающего в заповедях Господних. Начало мудрости – страх Господень. Разум верно у всех исполняющих заповедей Его. Хвала Ему пребудет вовек. В Салонсо 10, 10. Это говорит о том, что свод заповедей Господних – это и есть премудрость Бога или же страх Господень. Мы отметили, что причина многих заблуждений и косности как раз скроется в том, от чего наш разум поставлен в зависимость. Разум верный только у тех, у кого есть в сердце страх Господень. Если мы ставим наш разум в зависимость от людей, мы будем угождать их косности, их невежеству, их религиозным амбициям. Это говорит о том, что у нас нет страха Господнего, когда мы зависим от людей. Если поставим свой разум в зависимость от преданий человеческих, то ради этих преданий мы будем устранять заповеди Божии. Имеется в виду религиозное предание, необыкновенное предание. А когда религиозное предание синодов религиозных начинают стоять выше чистого Слова Божия, искажая его, отменяя его и так далее. Если поставим свой разум от логического мышления или от приобретенного опыта, то мы также будем далеки от страха Господня, так как страх Господень – достоинство премудрости Божией, хотя и не против логического или рационального мышления, но в силу своего извечного бытия и своей превознесенности, пребывающей в четвертом измерении, не зависит от Него и господствует над Ним. Точно как человек в космосе не зависит от притяжения Земли. Так, когда мы находимся в Духе и начинаем принимать откровения Божии, в это время мы не зависим от логического или рационального мышления. Нам достаточно хорошо известно, что в мире, в котором мы живем, существует весьма много видов страха, а еще больше фобий страха, и практически на сегодня весь мир пронизан страхами и фобиями страха. Но все эти виды страха исходят из недр одного источника, падшего Херувима, которые были унаследованы первым Адамом при его согрешении и переданы по генетической линии всему человечеству. А, следовательно, все эти виды не идут ни в какое сравнение с тем уникальным и возвышенным родом страха Господня, который исходит из недр Бога и передается по праву рождения человека от Бога в семени Слова Истины. При этом следует иметь в виду, что существует на Земле, в измерении Земли, и здоровый вид страха в формате здравого смысла, который не доставляет мучения человеку. Однако любой вид страха, исходящий не от Бога, вызывает мучения, в то время как страх Господен вызывает трепетное благоговение пред Богом и необъяснимый восторг, так как помещает человека в самое безопасное место, которым называется Бог. Как написано, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви, имеется в виду в любви Божией Агапии, 1 Иоанна 4, 18. А посему, если наше поклонение не совершается в страхе Господнем, который содержится в образе 12 драгоценных камнях судного наперстника, то наше поклонение не может восприниматься Богом. Именно поэтому любая попытка входить в присутствие Бога, чтобы призывать Бога или служить Богу без наличия страха Господня глубоко ранит, оскорбляет сердце Бога, не считается с Богом и бросает вызов Богу. Отсутствие страха Господня в сердце человека свидетельствует о том, что он связан с страхом человеческим. Мы имеем в виду человека, пришедшего к Богу и принявшего спасение, а не вообще человека мирского. Откровение 21.8 говорится о том, что боязливые люди, то есть верующие люди, пришедшие к Богу, принявшие спасение, но не избавившиеся от страха человеческого, они будут маршировать в головной колонии и будут за собой вести самые мрачные когорты нечестивых и беззаконных в преисподнюю. Они окажутся в преисподнюю, несмотря на то, что они как будто бы ничего такого не сделали. Тех, которые идут за ними, но на самом деле они не делали добра. Написано, грех к такому человеку, который разумеет делать добро и не делает. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере огненном, горячим огнем и серою, это смерть вторая. Видите, боязливые находятся в головной колонии и ведут за собою все вот это полчища. В Писании слова страх, мудрость и заповедь, относящиеся к природе, Бога идентичны, так как обуславливают нравственные достоинства Бога. И в силу своей идентичности одно слово объясняет другое, так как исходит друг из друга и идентифицирует подлинность или истинность друг друга. Именно поэтому страх Господний является истинной премудростью Бога, представленной в заповедях Господних, в то время как истинная премудрость в достоинстве заповедей Господних определяется страхом Господним, обуславливающим законодательство Бога. Итак, вопрос второй. Какое назначение признан выполнять страх Господний в наших взаимоотношениях с Богом, друг с другом и со всей землею? При рассматривании назначения страха Господня мы всегда делаем ударение на том, что пределы страха Господня как программы Бога призваны ограничиваться как пределами сердец, боящихся Бога, так и пределами их познания сути страха Господня. В определенном формате мы уже рассмотрели девять целей, которые преследуют страх Господний в сердце человека и остановились на рассматривании десятой цели. Я напомню эти цели, чтобы они пришли на память. Назначение страха Господня в эквиваленте любви к Богу призвано изгонять страх человеческий, вызывающий мучения. Далее назначение страха Господня призвано даровать боящимся Бога знамя, чтобы они подняли его ради истины для избавления от врагов. Далее назначение страха Господнего призвано обращать на боящихся Бога милость Господню в таком назначении, чтобы удалять их от беззакония так далеко, как далеко восток от запада. Удалять их беззаконие. И это будет делать страх Господний. Если его нет, то наши беззакония не будут удалены пред лицом Бога, как восток от запада. В-четвертых, назначение страха Господня призвано посредством милости Господней отделить людей, боящихся Бога, от людей, не имеющих в себе страха Господня, посредством возмездия, как одним, так и другим. В-пятых, назначение страха Господня в сердцах боящихся Бога призвано обратить на них благоволение Бога. В-шестых, назначение страха Господня призвано ввести боящихся Бога в наследие Завета Господня, чтобы давать им пищу, благодаря которой Бог мог бы дать им наследие язычников. В-седьмых, назначение страха Господня призвано соделать боящихся Бога людям возмездия над расцверепевшими язычниками, чтобы погубить их за то, что они губили землю. В-восьмых, назначение страха Господня призвано призвать боящихся Бога к прославлению Бога и благоговению пред Богом, чтобы Бог не презрел и не пренебрег их скорби и не скрыл от них лица своего, когда они будут взывать к Нему. В-девятых, назначение страха Господня дает возможность при исследовании своего сердца не находить в нем беззаконие, что дает Богу основание услышать нашу молитву, когда мы будем исповедовать грех, взявши над нами власть в лице странника. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, не услышал бы меня Господь». Однако это не говорит о том, что человек не будет впадать в грех. Он будет впадать в грех, когда грех будет исходить не из сердца, а будет приходить извне, как странник, как он пришел к Давиду. В-десятых, назначение страха Господня в человеках, боящихся Бога, призвано давать Богу основание, облечь их смертные тела в вечную милость Бога в достоинстве их нового человека. Псалом 117, 1, 24. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, который произошел от дома Израилева, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне боящийся Господа, ибо вовек милость Его. Из тесноты возвал я Господу и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь, за меня не устрашусь, что сделает мне человек? Господь мне помощник. Буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я не зложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я не зложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я не зложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь – сила моя и песнь. Он соделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отверглись строители, сделался главой угла. Это от Господа и ездивно в очах наших. Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся вонные. Мы отметили, что когда в Писании речь идет о каком-либо семени, то имеется в виду программа, заложенная в семени. А когда речь идет о плоде, то имеется в виду плод, взращенный из этого семени. А посему из имеющегося откровения, которое содержится в 117-м псалме Давида, следует, что назначение страха Господня в сердцах боящихся Бога призвано взращивать их из семени Израилева в дом Израилев и в исходящий от него дом Ааронов, при условии, что они совлеклись с теми веткового человека с делами его. А посему быть домом Израиля и исходящим от него домом Ааронова означает быть причастником нового Иерусалима, имеющего 12 жемчужных ворот и древа жизни, растущего посреди нового Иерусалима, 12 раз приносящие плод, дающие на каждый месяц плод свой и листья, дерево для исцеления народов. Исходя из признаков имеющегося иносказания, речь идет о новом Иерусалиме, находящемся в измерении времени на земле, в лице избранного Богом остатка, обуславливающего невесту Агнца. Так как в небесах и на новом небе, и на новой земле потребность в исцелении находящихся там народов отсутствует, потому что народы, сподобившиеся войти в небеса, пребывают в измерении жизни вечной, как ангелы Божии, и заболеть уже не могут. А посему, когда мы читаем эти иносказания, эти притчи, и полагаем, что это все будет в небесах, мы глубоко ошибаемся, это все будет происходить на земле. А посему назначение страха Господня в сердцах боящихся Бога призвано исцелить их тела и удалить из их тел всякое проклятие в предмете ветхого человека, его ополчения, а также закона греха и смерти, чтобы устроить их в дом Израильфа, в дом Ааронов. В связи с таким назначением страха Господня в сердцах боящихся Бога нам необходимо было обратить внимание на два вопроса. Какими критериями Писание наделяет дом Израилев, происшедший от него дом Ааронов, в сердцах боящихся Бога? Какую цель преследует Бог в обличении нашего смертного тела в дом Израилев и происходящий от него дом Ааронов? Мы знаем, что дом Израилев в плоде нашего духа состоит из 12 колен, названных 12 именами сынов Израиля. А посему при определении и назначении плода нашего духа в достоинстве дома Израилева и происходящего от него дома Ааронова мы стали рассматривать образ нашего смертного тела, облеченного в плод древа жизни в лице нового человека. Учитывая, что в Писании образ 12 имен Израиля – это образ правления, обуславливающий порядок божественной теократии в сердцах боящихся Бога в достоинстве их царского звания, мы пришли к выводу, что образ правления в 12 именах Израилевых – это имя Господне на челах боящихся Бога, которое призвано выражать себя в их обновленном уме. Таким образом, смертные тела боящихся Бога, несмотря на присутствующие в их телах закон греха и смерти, начинают управляться силою их обновленного ума, поставленного в зависимость от закона духа жизни. То есть, несмотря на то, что закон греха и смерти присутствует в теле, у них появляется возможность противостоять и подчиняться закону духа жизни, который в их обновленном уме, и направлять свои члены на дела праведности. А образом же дома Ааронова в сердцах боящихся Бога является их право быть не только царями Богу, но и священниками Богу. А посему образом плода нашего духа в достоинстве дома Ааронова призваны служить двенадцать драгоценных камней судного наперстника, двенадцатью именами сынов Израилевыми, облекающие их полномочиями воинов молитвы, которые дают Богу основание творить силу, которые будут обращать на боящихся Бога его вечную милость. Так как именно посредством своей вечной милости Бог будет облекать тела боящихся Бога, флот древа жизни взращенный в сердцах боящихся Бога в достоинстве дома Израилева и исходящего от него дома Ааронова. Рассматривая вопрос второй, какую цель преследует Бог в обличении нашего смертного тела в дом Израилев и происходящий от него дома Ааронов, мы пришли к выводу, что Писание призывает боящихся Бога в достоинстве дома Израилева и дома Ааронова оружием словословия сработать с вечной милостью Бога, содержащейся в страхе Господнем, чтобы не зложить врагов, живущих как в их телах, так и вне их тел. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне боящийся Господа, ибо вовек милость Его. Мы отметили, что слово «ныне» задействовано трижды в данном изречении, означает «сегодня», «немедленно», «прямо сейчас», то есть «когда» услышите. А посему слово «ныне» – это образ слова веры, полученного через откровение Святого Духа в своем сердце, которое задействуется для осуществления ожидаемого и уверенности в невидимом. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенности в невидимом. Евреям 11.1. Исповедание, которое соответствует воле Бога во времени, дает Богу основание исполнить исповедуемое обетование во времени. Сама фраза «славить Бога», приводящая в действие слово «ныне», по отношению к Богу обладает удивительным содержанием, которое обуславливается работой человека с вечной милостью Бога. Исполняя свою роль в словословии, человек дает Богу основание исполнить свою роль, чтобы низложить всех врагов человека как в его теле, так и вне его тела, чтобы обледть человека в свою вечную милость. «Славить» на иврите означает стрелять стрелой в указанную Богом цель, бросать пращую камень в голову своего Голиафа, пригвоздить в себе копьем грех прелюбодеяния, осознавать и изведать свой грех перед Богом, укрощать ярость гнева Божия осуждением своего греха, сдерживать свой гнев и успокаивать себя размышлением о Боге, доставлять покой сердцу Бога, благодарить Бога из искупления от греховного тела, хвалить и славословить Бога за произведенные им дела. Далее мы отметили, что на иврите фраза «славьте Бога» означает «хвалите Яхве» или же «аллилуйя». Это практически формула поклонения и благодарения в богослужебной практике израильтян, которая, как и слово «амин» перешла в другие языки без перевода. Учитывая же, что фраза «хвалите Яхве» поставлена во главу данной молитвенной песни, следует, что автор определенно приглашает боящихся Бога разделить с Ним это чрезвычайное призвание, направленное на уничтожение его врагов как в своем теле, так и вне своего тела, чтобы облечь свое тело в вечную милость Господа. А посему боящиеся Бога – это люди, которые, подобно автору песни, знают, кем для них является Бог и что сделал для них Бог, чтобы облечь свои тела в воскресении Христова и таким образом освободить свои тела от закона греха и смерти к законом духа жизни. В силу этого оружием словословия могут обладать и приближаться к Богу не все, а только те люди, которые исполнены страхом Господним. «Если человек не имеет в себе страха Господня и дерзает славить Бога, то он совершает святотатство, преступление против имени Господня. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Исход 27. Напрасно – это незаконно, не имея на то юридических оснований, что указывает на тот фактор, что словословить и хвалить Бога могут только боящиеся Бога, обладающие способностью творить правду. Только страх Господень в сердцах боящихся Бога дает им юридическое право претендовать на искупление Яхве в его вечной милости, чтобы делать его известным на небесах, на земле и в преисподней. Далее, чтобы хвалить Яхве, необходимо постичь определенный принцип и определенную формулу, заключенную в короткую фразу «да скажет», которая является уникальным способом, которым Бог сотворил и содержит видимый и невидимый мир. «Да, скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость его. Да, скажет ныне дом Аронов, ибо вовек милость его. Да, скажет ныне боящийся Господа, ибо вовек милость его. Да, скажет, и эта повелительная и владычественная фраза, содержащаяся в страхе Господнем, адресована боящимся Бога и возведена в рамке достоинства заповеди. И в данном повелении к боящимся Бога она приводится трижды. Однако в контексте всей песни эта фраза приводится четыре раза, так как заключительными словами этой песни является «Славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его». Далее, при этом следует учитывать, что формула, власти, подразумевает и исходит от некой реальности, которая имеется в сердце человека. Если человек исповедует своими устами то, что не является реальностью его сердца, эта формула не будет работать. Чтобы соделать свое тело домом Израиля и исходящим от него домом Аарона, мы призваны провозглашать благость Бога как следствие его вечной и неизменной милости. И такая демонстрация связана с нашим священодействием, в котором мы призваны посвящать себя Богу, чтобы возжигать свой светильник, приносить благовонное курение, возлагать хлевы предложений и кропить кровью все сожигаемые жертвы. И такими священниками Богу мы призваны быть не в силу своих дарований или каких-либо достижений, а в силу восхитительной благости Бога, основанной на его вечной милости. Таким образом, эта короткая фраза, обуславливающая начальство страха Господня в сердце, боящихся Бога, является принципом и выражением повелевающей формулы всякой божественной власти. И именно эта короткая фраза является начальством всякой формы жизни и началом всякого творческого бытия, явленного Богом как в его творчестве, созидании и благословения, так и в его творчестве разрушения и проклятия. Таким образом, формула всякой власти в короткой фразе «да скажет», устанавливает пределы всякой вещи под небом и раздвигает эти пределы. Она ограничивает и снимает ограничения и приводит в исполнение принципы благословения и проклятия. Эта божественная фраза исходит и равнозначно фразе «да будет», которая первой изошла из уст Бога и возродила основание видимой вселенной. При этом первое слово «да», воздействующее на второе слово «будет», является определением одного из покрытого тайной имени Бога в достоинстве Яхве, суть которого означает «сущий я есим Яхве». Жизнь вечная, завет вечный, жизнь, имеющая начало и конца. Мысль Бога, воплощенная в Слово Бога, поклонник Своего Слова, связавший себя Своим Словом, бодрствующий над Своим Словом, возродитель и господин бытия Своим Словом, законодатель жизни и смерти, властелин и повелитель жизни и смерти, преследующий своим законом благую цель, искупитель своего рода, вера Божия, милость вечная. Из имеющегося значения следует, что конечной целью страха Господня, содержащим в себе вечное искупление Бога, является неуклонное намерение и цель Бога облечь тела людей, боящихся Бога, в свою вечную милость, обусловленную энергией жизни вечной. И для этой цели Бог призывает людей, боящихся Его имени, к сотрудничеству с Собою, предлагая им в своем страхе полномочия своего имени, в достоинстве Своего Слова формуле «да скажет», которую Бог поставил превыше всякого Своего имени. В определенном формате мы рассмотрели восемь моментов или же восемь сфер нашей жизни, в которых мы призваны задействовать владычественные полномочия формулы во фразе «да скажет», хотя их гораздо больше. А также условия, дающие право исповедовать эту формулу как веру своего сердца для приведения в жизнь суда, как на расферепевших язычников, губивших нашу землю, под которой подозревается наше тело, так и для приведения в жизнь благословения, чтобы установить наше тело путем обличения его в нового человека, несущего в себе полномочия воскресения Христова во все ружья света. Далее назначение страха Господня в плоде нашего Духа, в достоинстве Дома Израилева и исходящего от Него Дома Ааронова, призвано раскрыть наш потенциал, как воинов молитвы посредством слов «да скажет», определяющих владычественную формулу божественной власти как в среде нашего тела, так и вне нашего тела, в котором мы призваны соработать с вечной милостью Бога, чтобы совлечь в себя ветхого человека с делами Его, затем обновиться духом своего ума, чтобы облечься в нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. И таким образом явить и превознести величественную славу Бога, содержащуюся в Его вечном искуплении, который является славным плодом Его вечной милости, вводящей нас в наследие вечного искупления посредством исповедания веры нашего сердца. И первое, в назначении страха Господня в плоде нашего Духа, в достоинстве Дома Израилева и исходящего от Него Дома Ааронова, на что следует обратить наше внимание, так это на среду, в границах которой обнаруживает себя и в границах которых действует вечная милость Бога, в которой мы оказались благодаря закону греха и смерти, находящемуся в нашем смертном теле. И затем посредством слов веры нашего сердца, которые являются оружием божественной формулы власти, были освобождены от закона греха и смерти и выведены на пространное место. Давайте прочтем вновь эти слова. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, да скажет ныне Дом Израилев, ибо вовек милость Его, да скажет ныне Дом Ааронов, ибо вовек милость Его, да скажет ныне боящийся Господа, ибо вовек милость Его. Из тесноты воззвал я Господу и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь». На иврите под словом «теснота» обозначается среда, в которой находится наше тело, призванное являться Домом Бога в достоинстве Дома Израилева и исходящим от Него Домом Аарона. А вот под фразой «пространное место» на иврите обозначается место, которое является вечным жилищем самого Бога, или же местом, на котором пребывает Бог и на котором успокаивается Бог. «И таким местом является умершее и воскресшее тело Иисуса Христа, поставленного Богом, главою избранного Богом остатка». «Все, что будет происходить с нами, будет происходить в теле Иисуса Христа, то есть во Христе, в Церкви. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смерти Его». То есть Бог нас примирил в теле Христа, не в духе Его и не в душе Его, а в теле Христа, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою, при условии, если только пребываете тверды и непоколебуемым в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Колоссянам 1, 21, 23. Исходя из имеющегося откровения, прежде чем законом духа жизни, пребывающим во Христе Иисусе, освободиться от закона греха и смерти, который пребывает в нашем теле и делает нас пленниками закона греховного, необходимо во Христе Иисусе прибыть в Его напастях, которые открывают дверь, ведущую их в древу жизни. Под напастями Христовыми, в рассматриваемом нами изречении, приведена теснота Христова. На иврите это слово означает «мука», «бедствие», «ресталище для спортивных состязаний», «мера длины равная 185 метрам». Вот такое значение на иврите имеет слово «теснота». 1 Коринфянам 9, 24, 27. «Не знаете ли, что бегущие на ресталище», а ресталище делалось так, чтобы человек, когда обижал, это было 185 метров, «бегут все, но один получает награду». Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим самому, не остаться недостойным. Награду получает один, это Христос. Надо бежать так, чтобы быть во Христе, не соперничать с друг другом и не обгонять друг друга, а не отставать от Христа и не бежать вперед Его. Те, кто отставали, тех Амалик уничтожал, и те, кто бежали вперед, тоже погибали. Нужно всегда находиться во Христе, то есть бежать так, чтобы находиться во Христе. Написано, «Из тесноты моей воззвал я Господу». «Воззвать» означает, на иврите «звать». Призывать, кричать, провозглашать, читать вслух, называть, нарекать, давать имя, проповедовать, провозглашать, разглашать, возвещать. То есть, вот что мы должны делать, говоря, кем мы являемся во Христе Иисусе и что приготовил для нас Бог во Христе Иисусе, чтобы облечь наши смертные тела бессмертием. Есть такое место Писания, 4 Царств 19, 27, 37. Как Бог говорит о том, что Он выведет нас из этой тесноты, которой здесь представлено, мера длины равной 185. Это очень интересно, что в Писании это 185 число встречается еще в одном месте. Бог обращается к врагам Израиля, к Синахериму, царю ассирийскому. «Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я все знаю, знаю и дерзость твою против меня, за твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих. Я ложу кольцо мое в нос зри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебе назад той же дорогой, которую пришел ты. И вот тебе и зекие знамение. Ешьте в этот год выросшие от упавшего зерна и в другой год самородные, а на третий год сейте и жните и садите виноградные сады и ешьте плоды их. И уцелевшее в доме Иудином оставшееся пустит опять корень внизу и принесет плод вверху. Ибо из Иерусалима произойдет остаток и спасение от горы Сиона. Ревность Господа Савофа сделает сие. Посему так, говорит Господь о царе Сирийском, не войдет он в сей город и не бросит туда стрелы и не приступит к нему со щитом и не насыплет против него вала той же дорогой, которая пришел возвратиться и в город сей не войдет, говорит Господь. И я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя. Речь идет о нашем теле и ради Давида раба моего. И случилось в ту ночь, пошел ангел Господин и поразил в стане Сирийском сто восемьдесят пять тысяч. Вот это число, теснота. И встали поутру, и вот все тела мертвые. «И отправился и пошел, и возвратился в Сирийском, и царь Астерийский жил в Неневии. И когда он поклонялся в доме несрока Бога своего, то Адрамерех и Шарицер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него». Четвертый царь, 19, 27, 37. Обратите внимание, здесь показано, что у Израиля не было силы, чтобы противостоять этой мощи, этим полчищам. Поэтому они просто возопели к Господу. У нас нет силы противостоять часто тем расслевающим эмоциям, то, что поднимается из нашей внутренности, в нашем теле. Мы пугаемся этого, и вдруг мы начинаем понимать, что мы не можем спастись при наличии такого ада внутри, при наличии такого врага, который наступает на нас. И мы начинаем взывать к Богу. И посмотрите, Бог сделал это за одну, в одну ночь. Ангел Господень сошел и просто умерпел всех. Поутру встали. Вот вчера еще был ад, была гроза, были угрозы, а наутро встали, никаких угроз нет, но есть богатая добыча. Второй штрих назначения страха Господня в плоде нашего Духа в достоинстве Дома Израилева и исходящего от Него Дома Аронова, на который следует обратить наше внимание вот в этой песне, так это на характер исповедания, в уповании на вечную милость Бога, в котором мы законом Духа Жизни во Христе Иисусе освобождаемся от закона греха и смерти, находящегося в нашем смертном теле. И затем посредством своего исповедания и упования на Господа мы освобождаемся от страха человеков, противостоящих нам силою закона, обнаруживающего грех и дающего силу греху, от которого мы уже освобождены во Христе Иисусе силой закона Духа Жизни, пребывающего и действующего в Нем. Вот как об этом пишет Давид. «Господь, за меня не устрашусь, что сделает мне человек? Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господнем я не зажил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господнем я не зажил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в тернии. Именем Господним я не зажил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но именем Господним я не зажил их, но Господь поддержал меня. По словам апостола Павла, не зажить народы именем Господним, которые окружают нас, как пчелы, чтобы они угасли, как огонь в тернии, означает не обращать внимания на их пересуды и на их оценку нашего поклонения Богу. Не обращать внимания. Не обращать внимания, что они там гудят, кричат, говорят, какие мы или что, что правильно и что неправильно. Вот как пишет об этом апостол Павел 1 Коринфянам 4.3. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как другие люди судят обо мне, я и сам не сужу о себе». Однако, чтобы не обращать своего внимания на людей, окружающих нас и критикующих нас, необходимо крестом Господа Иисуса умереть для всех и всего, что не соответствует истине здравого учения и порядку, призванному пребывать в теле Христовом. Ведь поймите, люди, которые осуждают нас, находятся вне порядка тела Христова. Они осуждают и своих пасторов, они осуждают все подряд и всех. Так что не стоит вам слушать их, обращать внимание на них и общаться с ними. Господь никогда не будет становиться в защиту того человека, который зависит и реагирует на критику и оценку человеков, не обладающих юридическим правом наставлять и учить нас истине. Третий штрих назначений страха Господня в плоде нашего духа, в достоинстве Дома Израилева и исходящего от него Дома Ааронова, на который следует обратить наше внимание, так это на результат, происшедшее от исповедания нашего упования на вечную милость Бога, посредством которой Бог явил победу в наших телах над законом греха и смерти, усыновив наши тела. И таким образом позволил нам воспеть Господа, который соделался нашим спасением через обличение нашего тела в бессмертие. Господь, сила моя и песнь, Он соделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведников, то есть наше жилище, наши тела, где мы живем. Десница Господня творит силу, Десница Господня высока, Десница Господня творит силу, Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. То есть произошло нечто потрясающее, Врата праведников – это образ тесных врат, которыми входят немногие. А многие, которые поищут войти тесными вратами, или же вратами правды, невозмогут, потому что будут искать их, эти врата, на собственных улицах. Войти во врата правды – это облечься в нетлении, потому что по ту сторону тесных врат отсутствует тление и смерть. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетлении, видите, облекается, то есть вот облекается, оно там остается, но облекается, оно не изменяется. Речь не идет о изменении нашего тела перед восхищением, потому что при восхищении изменяется тело. А здесь написано, когда оно облечется в бессмертии, тогда сбудется слово, написанное, поглощена смерть победою. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». Итак, хочу еще раз обратить наше внимание, в данном изречении речь не идет об изменении нашего тела, а об облечении нашего тела в нетлении и бессмертие, в котором Бог наконец-то может поглотить смерть победою в измерении времени в наших смертных телах, когда мы еще будем на земле, до восхищения. Момент облечения нашего тела в нетлении и бессмертие в лице нашего нового человека – это удостоверение и свидетельство того, что мы угодили Богу. Это свидетельство будет даровано избранному Богом остатку прежде переселения их на небо, как это было даровано Еноху, Евреям 11.5. «Верую, Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Я хочу еще раз напомнить, для того, чтобы получить подобное свидетельство, которое состоит в облечении нашего тела в нетлении и бессмертие, необходимо было ходить пред Богом. «Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала». То есть он до Мафусала не ходил пред Богом, не мог, не было такой возможности и обстоятельств. «Только по рождению Мафусала он стал ходить пред Богом». Написано «по рождению Мафусала 300 лет. И родил сынов и дочерей». «Всех же дней Еноха было 365 лет, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Итак, 65 лет понадобилось ему, чтобы родить Мафусала. Мы знаем, что Енох получил эту способность благодаря Мафусалу, которого мы стали рассматривать образом плода его духа. Вообще в Писании дети, рожденные нами, часто образом является плод, который мы приносим. Мафусал, если вы помните, это прогоняющая смерть. То есть, когда он приобрел плод древожизни в себе, то этот плод древожизни законом духа жизни уничтожил в теле его закон, упразднил закон греха и смерти. То есть, это один и тот же закон, действующий в двух назначениях, закон Божий. Вот стоят два дерева в Едеме – древо жизни и древо смерти. Древо смерти. Святыня Господня, кто прикоснется, к ней умрет. От древа же познания добра и знаний вкушай, ибо в день, который ты вкустишь, смертью умрешь. Это один закон Божий, но только он представлен в двух деревьях или в двух назначениях. То есть, одних он награждает, а других он карает. Закон любой страны, граждан законопослушных, награждает и защищает от людей незаконопослушных. И карает незаконопослушных, защищает таким образом законопослушных. Это не два закона. Это один закон, но с двумя назначениями. Как меч, острый с обеих сторон, исходит из уст Иисуса и поражает он им народы. Но когда он обращен к Иисусу, то написано, вот идет сатана, и во мне не имеет ничего. Если он приходит, греха нет, и тогда закон работает на меня. Тогда я могу этим законом убивать тех, кто противится истине. А сам я за истину, и во мне нет греха. Вот о чем здесь говорится, о каком законе. Чтобы мы с вами могли понять, что это не два каких-то закона. Это один закон, действующий в двух назначениях. Когда грех уничтожается, тогда закон, который дает силу греху, должен наказывать за грех. Он не имеет к вам претензий. И тогда закон духа жизни, то есть этот же закон обращается к вам законом духа жизни. То есть, я надеюсь, вы меня понимаете, о чем говорит Слово Божие. Это не два какие-то закона. Бог – законодатель жизни и смерти. Он имеет ключи ада и смерти и передал их Иисусу. Это не два закона. Это один закон, действующий в двух назначениях. Одних он карает за то, что они боль причиняют праведным, а других защищает. Четвертый штрих назначений страха Господня в плоде нашего духа, в достоинстве дома Израилева и исходящего от него дома Ааронова, на который следует обратить наше внимание, так это на благодарность Богу за такой формат спасения, в котором сам Бог соделался нашим спасением в лице камня, который отвергли строители, но который сделался главой угла нашего спасения. Такой формат спасения является дивным в очах наших, так как при сорвоте с истинной Слово и силой Святого Духа делает нас дивным днем, который сотворил Господь на вот этом отверженном камне. Славлю тебя, что ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, сделался главой угла. Это от Господа издивно в очах наших. В сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся вонны. Это местописание приводится несколько раз в пророках в Новом Завете и вот здесь в Псалме. Сей день – это сегодня. Это день Господень, который является субботой Господней или днем, в котором успокоился Бог, так как реализовал и явил в этом дне свое вечное искупление. А по сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся вонны. И означает, что Бог посредством своего вечного искупления, которое является результатом Его вечной милости, воцарился в телах избранного им остатка. Вот как пишет об этом Павел 2 Коринфянам 4, 10-18. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса». Вот эту тесноту, вот эти напасти в теле, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашим. «Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смерти плоти нашей. Ибо кратковременное и легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». То есть, когда мы смотрим не на то, что происходит в теле, на вот эту тесноту, а когда смотрим на то, кем мы являемся во Христе и что Он приготовил для нас. «Раскрывая ценность и назначение напастей со Христом, которые мы носим в наших телах, в мертвости Христа, апостол Павел писал к римлянам 8.18.23. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас». Нынешнее страдание в телах. «Ибо тварь, творение Бога с надеждою ожидает откровения сынов Бога. И под этой тварью, которая с надеждой ее ожидает, не имеется в виду деревья, горы, животные, а имеется в виду ангелы Божии, которые служат человеку». Потому что тварь, вот эти творения Бога, служители, ангелы, покорились в суете, недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих, когда ангелы начнут уже служить людям, в телах которых не будет тления. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Возвращаясь к рассматриваемому нами изречению, славлю тебя, что ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, сделался главой и угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся». Вон и следует, что быть дивным означает быть необычным, быть чудесным, быть удивительным, быть трудным, быть недосягаемым, быть затруднительным, быть невозможным, быть исполненным по завету. То есть, когда Бог это сотворит, мы будем на это смотреть, как на диво, что мы никогда бы, это было трудно, мы не могли бы этого достигнуть никогда. Но, тем не менее, по обету это произойдет, это будет чудесно. Быть главой и угла означает быть вершиной великой и высокой горы на Иврите, быть башней на углу крепости, быть князем вечности и царем мира, быть вождем или начальником жизни и смерти, быть ополчением небесного вождя, верх достоинства и верх могущества, быть началом потока живой реки, отделять лучшие или святыню, число, общей суммы или итог, быть главой и угла. Строители, отвергнувшие строение или основание, представленное Богом в краеугольном камне, это доверенные лица, ответственные за устроение тела человека в Дом Божий. Отвергнуть это, пренебрегать, презирать, гнушаться, ставить ни во что. В данном случае речь идет о всяком человеке, принявшем спасение по благодати Божией, но отвергнувшим как начальствующее учение Христа, так и цели, преследуемые этим учением. Чтобы увидеть в истории Израиля образ дня, который сотворит Господь на земле для избранного Богом остатков последних дни, перед их восхищением от земли к Богу, мы обратимся к событиям, описанным в книге Есфирь, в происшествии, в престольном городе Сузах, в период времени царствования Артаксеркса. В этой книге от начала и до конца говорится, каким образом совлечься ветхого человека с делами его, как облечься, то есть обновить свой ум и как облечь тело свое в нового человека, как сработать с истинной Писания и со Святым Духом, чтобы Дух Святой сотворил этот великий день, дивный день, наконец-то исполнил в измерении времени свое искупление, воцарился в наших телах. Был в Сузах в городе престольном один иудеянин, имя его Мордахей, сын Иаира, сын Асимея, сын Киса и из колена Вениаминова. Видите, человек из колена Вениаминова иудеянин, то есть уже ясно, что иудеянин это вероучение, то есть его вероучение, он из колена Вениаминова, но вероучение его, которое было у него, он был иудеянин, то есть человек, верующий в рождение свыше, что всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Такие люди в Израиле назывались иудеями. Дальше. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными Саихонию, царем иудейским, которых переселил Навуходоносор, царь Вавилонский. И был он воспитателем Гадасы, она же Есфирь, дочери дяди его. То есть она была его двоюродной сестрой, но, по-видимому, он был намного старше ее, что он ее удочерил, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица, у которой не было ни отца, ни матери, проживает вместе со своим двоюродным братом Мардахеем, который является ее воспитателем в престольном городе Сузы. Девица эта была красивостаном и пригожей лицом. По смерти отца ее и матери ее Мардахей взял ее к себе вместо дочери. Когда объявлено было повеление царя и указ его и собранные, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гигая, тогда взята была и Есфирь, царский дом под надзор Гигая, стража жен. Мы знаем, что престольный город Сузы это образ невесты Агнца в измерении времени. Имя города Сузы означает Лилия долин. А слово Артаксеркс это не имя, это титул человека, обладающего достоинством великого царя или царя царей. Или же еще переводится Артаксеркс как царь справедливости, царь правды. То есть это образ Христа. Нравится нам это или не нравится. Главным виночерпием Артаксеркса времен царица Есфирия являлся никто иной как Неемия. Это образ силы Святого Духа. Есфирия она же Гадаса это образ нового человека обусловленного в плоде древа жизни, представленного в людях причастных к невесте Агнца. Имя Гадаса означает благоухающий мир, а имя Есфирия означает утренняя звезда или звезда Востока. То есть я хочу чтобы мы увидели что и Виночерпи и Артаксерс и престольный город Сузы и Мардахей все это находится в одном человеке. рассмотреть это в одном человеке. Мардахей иудеянин из колена Вениамина это сын Иаира, что означает да дарует Бог свет. Это образ Слова Божия в формате законодательства который был воспитателем Гадасы от которого зависела и которому повиновалась Исфир до такой степени что готова была заплатить за свое повиновение этому слову сыною своей жизни. Гегай страж царских жен которому повиновалась Исфир это образ Святого Духа имя Гегай означает владеющий хорошими коровами. Нечто произошло в этой истории написано что он находился в воротах царских постоянно пребывал там и охранял порог царя Мардахей во время охраны порога царя он услышал как два евнуха договаривались чтобы наложить руку на царя Артак сердце он передал это Исфире а Исфир передала от имени Мардахея то есть стражника ворот который был у ворот царю дело было расследовано и этих двух людей повесили на древе но Мардахею пока не было сделано ничего особого но она передала это от Мардахея но не сказала кем для нее является Мардахей царь все еще не знал кто она из какого она народа и кем для нее является Мардахей и конечно же там появился человек по имени Аман которого царь возвысил больше всех князей и приказал чтобы все его люди находящиеся в царстве кланялись ему и когда он проходил к царю вот и стояла стража у ворот все падали перед ним кроме Мардахея иудеянина и ему сказали говорят ему почему ты не поклоняешься он говорит что он не поклоняется потому что он иудеянин то есть его вера запрещает ему поклоняться человеком он может поклоняться только Богу передали это специально Аману чтобы посмотреть устоит ли Мардахей в своих словах тогда Аман наконец-то обратил внимание и правду увидел стоит не покланяется он пришел в бешенство и хотел сразу убить его а потом подумал подожди подожди все-таки месть это холодное блюдо его лучше подавать в холодном виде надо хорошо продумать это все и он узнал что этот иудеянин из народа евреев и он решил уничтожить весь еврейский народ и приготовился бросил жребий когда нужно уничтожить в какой день начать уничтожение и пришел к царю и говорит царь в твоем государстве есть один народ который твоих законов не признает вот закон то есть этот народ такой всегда восстает делает бунты бунтовщик и вредно от этого народа вот я принес 10 тысяч талантов серебра для того вот я внесу в казну чтобы рассчитаться с этим народом царь ему говорит я тебе дарю твои 10 тысяч талантов возьми их и делай с этим народом что ты хочешь и для того чтобы это узаконить было написано его писами что в такой-то день вот в который там было назначено все люди этого царства а он царствовал на 120 областями то есть 120 царей были под его властью чтобы они в этот день выступили и уничтожили евреев все это было запечатано царским перстнем и на конях высших царских на языках всех этих людей во все приуделы царства было донесено это представьте что произошло с евреями когда они услышали что их обрекли на заклание что вот в такой-то день месяц адар это 12 месяц они все будут убиты вместе с женами и с детьми конечно был страх страх смерти мардахей вышел на площадь стал кричать вопить еще одна уникальная вещь артаксерца никто никогда не видел своими глазами и не мог видеть это было вообще удивительное правление ни один из людей даже сатрапов не могли видеть царя даже когда он давал пиры во время пира его тоже никто не видел там только были его представители семь князей никто никогда не видел лицо царя никогда приходили от него несколько семь человек которые могли видеть приходили и говорили от него что делать и как делать поэтому для людей вот эта личность была овеяна это был для них как бог его никто не видел никто не знал его лица и теперь от его имени а по законам медиан и персиан это персов знали что этот закон не изменен вот теперь представляете что произошло с народом когда пришли к Исфири она не знала что произошло видеть что весь город в смятении она пошла и одежду послала Мардахею он не принял от нее одежду и попросил у нее встречи она дала приказ и его привели к ней и он ей рассказал что произошло и сказал ей иди к царю и проси пощады она говорит я уже 30 дней незваная к царю ты же знаешь что всякий кто войдет к царю будучи незваным если он не позовет смерть тому человеку он говорит иди и проси и если надо умереть умри она ему сказала хорошо если мне надо умереть я пойду и умру но прежде поститесь три дня и и три ночи и я говорит с моими служанками буду поститься и вот объятая смертной тенью страхом не ест не пьет сняла с себя царские одежды плачет вопьет к Богу вопьет весь народ и наконец на третий день она одевается по-царски и идет идет на смерть кто не будет зван к царю смерть тому будь то аман не важно нужно приходить и быть во дворе а там уже царь если захочет позовет нет ты можешь стоять там месяц сколько хочешь иди и жди на внешнем дворе позовут войдешь сам не можешь говорить ты должен прийти стоять на внешнем дворе но если зайдешь а войти можно то ты умрешь она пошла разумеется стража не препятствовал ей она прошла царь в это время сидел на престоле и когда он ее увидел он понимал что немедленно она должна быть убита потому что он ее не звал но он она нашла благоволение в очах его и он протянул золотой скипетр она пришла поклонилась и поцеловала скипетр он поднял ее посадил рядом ее на троне и сказал проси что хочешь я дам тебе до полуцарства он понимал раз она пошла на такой риск на смерть значит что-то произошло в ее жизни она сказала я хочу сделать пир для тебя и для Амана придите на этот пир и на нем я скажу тебе Аман очень обрадовался когда его позвали на пир он созвал всех своих друзей вот говорит даже и царица и сфирь призвала только меня и только царя и радовался этому пришел побыл на этом пиру и он спрашивает царицу какое желание твое царица и сфирь и просьба до полуцарства даже отдам тебе она говорит если я нашла благоволение в очах твоих пусть царь придет на другой день завтра и завтра я открою мое желание и мою просьбу и Аман должен был завтра потому что он пришел радуется жена пришла его созвал мудрецов своих десять сыновей своих и они ему говорят да и когда он проходил видит опять стоит Мардахей уже обреченный на смерть и не кланяется обреченный на смерть зная что его убьют за то что он не кланялся Аману это все плюс весь народ подставил и стоит как ни в чем не бывало и в это время он говорят давай сделай для него дерево и попроси царя ты же будешь у него сегодня чтобы повесили его на этом дереве и царю и рано пойдешь царь тебе даст разрешение ты повесишь его на дереве а вечером пойдешь на первый уже свободный Мардахей уже будет висеть он сделал дерево высотою в 50 локтей и пришел на двор царю написано в эту ночь Бог отнял сон у царя и принесли отроки которые служили царю евнухи и читали перед ним дневные записи то есть вот чем занимался царь когда у него была бессонница то есть что произошло в его царстве книга дневных записей и они говорили что произошло кого наказали кому что-то даровали и вот они прочитали что Мардахей сделал царь спрашивает а что было сделано ему за это какое вознаграждение ничего он спрашивает кто там на дворе есть ему говорят Аман стоит на дворе ночью пришел стоит ждет утра скорее пусть войдет сюда он входит и он говорит ему говорить он первый не может пока царь не даст слова царь первый обращается к нему и говорит скажи что сделать тому человеку которого царь хочет отличить почестью своей он подумал ну кого царь захочет отличить почестью кроме меня и решил пусть того человека посадят на царского коня обратите внимание оденут в одежду царя золотую цепь и первый из князей под усы проведет лошадь по площади и будет провозглашать так делается тому человеку которого царь хочет отличить почестью он ему говорит не упусти ни одного слова что ты сказал точно сделай это сейчас мордахею который находится у ворот представляете какое состояние должен был испытать Аман он же думал что он сейчас выскажет он не имеет права высказать повесить как повесить когда как он может сейчас спросить о смерти ему он накрыл голову и пошел сделал посадил мордахея и сам поклонялся перед ним в это время и провозглашал так делается тому человеку которого царь хочет отличить почестью и пришел домой в ужасе и мудрецы ему говорят если мордахей иудеянин против которого ты восстал ты не смог его осилить то наверное ты падешь от него но он приходит на пир на второй день давайте прочтем этот момент и пришел царь саманом пировать у Исфири царицы и сказал царь Исфири так же и во второй день во время пира какое желание твое царица Исфирь оно будет удовлетворено и какая просьба твоя хотя бы до полуцарства она будет исполнена и отвечала царица Исфирь и сказала если я нашла благоволение в очах твоих царь и если царю благоугодно то да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей ибо проданы мы я и народ мой на истребление убиение и погибель далее она говорит если бы мы проданы были бы в рабы и рабыни я молчала бы хотя враг не вознаградил бы ущерба царя то есть царь понесет от этого великий ущерб и отвечал царь Артаксерц и сказал царице Исфири кто это такой и где тот который отважился в сердце своем сделать так и сказала Исфирь враг и неприятель этот злобный Аман и написано и Аман затрепетал пред царицею пред царем царицею царь встал во гневе своем с пирой и пошел в сад при дворе Аман же остался молять о жизни своей царице Исфирь ибо видел что определена ему злая участь от царя когда царь возвратился из сада при дворце в дом пира Аман был припавшим к ложу на котором находилась Исфирь и сказал царь даже и насиловать царицу хочет у меня в доме слово вышло из уст царя и накрыли лицо Аману и сказал Харбон один из землухов при царе вот и дерево которое приготовил Аман для Мардахея говорившего доброе для царя стоит у дома Амана вышиной в 50 локтей и сказал царь повесьте его на нем и повесили Амана на дереве которое он приготовил для Мардахея и гнев царя утих Аман лугиянин это образ нераспитой души или же образ ветхого человека имя Амана означает славный или знаменитый почему славный и знаменитый потому что посмотрите когда мы каемся и приходим к Богу мы начинаем служить и именно наша душа купается нераспитая еще душа она пользуется вот этим положением искупления и она господствует в нашем теле но дальше читаем в тот день царь Артаксерс отдал царице Есфере дом Амана врага иудеев дом Амана он отдает ей теперь она будет это ее дом будет то есть она жила в этом Аман был а теперь будет она жить поэтому Аман это ветхая натура посмотрите что с ней произошло с ветхим человеком то есть его повесили а теперь что делает она дальше а Мардахей вошел пред лицо царя ибо Есфер объявила что он для нее это образ слова Божия которое жило в Есфере и которому она подчинялась от которого она зависела царь снимает перстень свой который он отнял Амана и отдает его Мардахею Есфер же поставила Мардахея смотрите над домом Амана видите она ставит слово Божие господствовать над своим телом над домом Амана и продолжала Есфер говорить пред царем и пала к ногам его и плакала и умоляла его утратить злобу Аманову геянина и замысел его который он замысел против иудеев и простер царь в сфере золотой и поднялась и в сфере стала пред лицом царя и сказала если царю благоугодно и если я нашла благоволение пред лицом его и справедливо делась пред лицем царя и нравлюсь я то пусть было бы написано чтобы возвращены были письма по замыслу Амана сына Амадава геянина писаные им об истреблении иудеев во всех областях царя ибо как я могу видеть бедствие которое постигнет народ мой и как я могу видеть погибель родных моих и сказал царь царица Есфири и Мардахею иудеянину вот я дом Амана отдал Есфири и его самого повесили на деревь за то что налагал руку свою на иудеев напишите и вы о иудеях что вам угодно от имени царя и скрепите царским перстнем ибо письма написанные от имени царя и скрепленного песнем царским нельзя изменить слово Божье неизменное изменить его нельзя поэтому дом Амана это образ нашего тела который отдается в распоряжение нашего нового человека который в свою очередь отдает наше тело в распоряжение Мордахея в лице Слова Божия фраза написана от имени царя и скрепленного перстнем царским нельзя изменить это образ неизменного Слова Божия которое царь возвысил Бог возвысил над собою над всеми именами его изменить невозможно Бог не может поменяться из этой фразы следует что закон обнаруживающий грех и дающий силу греху изменить невозможно но его можно упразднить или обратить в друга силою другого закона вот как пишет об этом апостол Павел Колоссянам 2.11.15 в нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным совлечением греховного тела плоти обрезанием крестовым быв погребены с ним в крещении в нем вы и совоскресли верою в силу Бога который воскресил его из мертвых и вас которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей оживил вместе с ним то есть речь идет об этом о мане то есть душа вместе ее невозможно было взять этого ветхого человека отдельно его вместе с душой погубили но потом то есть ветхая природа умирает а так как это происходит в теле Христа то Христос восстает и с ним восстает душа человека но уже в этой душе в этом теле уже нет этого амана и вас мертвых которые были мертвы во грехах ваших и в необрезании плоти вашей оживил вместе с ним простив нам все грехи истребив учением бывшее о нас рукописание которое было против нас то есть видите того нельзя извинить пишите вы тоже и он берет другое учение истребив это рукописание которое было против нас и он взял его от среды и пригвозил ко кресту то есть это учение действует ты должен умереть и этим самым он отнял силу у начальства властей властно подверг их позору восторжествовав над ними собой начальство и власть тьмы которые исходили от закона который давал им силу он отнял таким образом их здесь дальше пишется гонцы поехавшие верхом на быстрых конях царских погнали скорые поспешно царским повелением объявлен был указ и в сузах престольном городе и смотрите и Мардахей вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета и в большом золотом венце и в манте весоной и пурпуровой и город сузы возвеселился и возрадовался а у иудеев было тогда освящение и радость и веселье и торжество и во всякой области и во всяком городе во всяком месте куда только доходило повеление царя и указ его была радость иудеев и веселья и пиршества и праздничный день и многие из народов страны сделались иудеями потому что напал на них страх пред иудеями самая сильная евангелизация многие из народов страны сделались иудеями Мардахей вышедшая царя в царском одеянии яхонтово белого цвета в большом золотом венце и в манте весонной и пурпурной это образ нашего тела облеченного в полномочия нового человека обладающего в себе законом духа жизни царя не видел никто но зато увидели одеяние они Бога не увидят но когда невеста облечется в нового человека они это увидят и посмотрите это такая мантия и такая власть вот я почему говорю что по писанию святые которые будут облечены в новые тела они будут областью огромной обладать над всею землей это будет очень короткое время когда вдруг посреди этого небольшая группа людей написано по все и это написано верующие искренние верующие которые были которые были обречены вы знаете сколько сегодня много людей в церквах которые обречены на смерть своим ветхим человеком они смотрят что они не способны владеть вот этими эмоциями чувствами то есть они их скрывают но внутри это вот этот весь ужас им объявлена смерть они видят эту смерть и вдруг в этот день они узнают что теперь они могут быть свободны потому что люди которые облеченные в нового человека они понесут проповедь которая освободит их они примут это слово и оно освободит их от их амана то есть это будет такая евангелизация где не просто люди будут приходить ко Христу они будут приходить ко Христу они будут принимать такое учение которое будет их освобождать от ветхого человека и рукописание которое было против нас то есть закон греха и смерти который обнаруживал грех и давал силу греху он то есть будет упразднен учением Христовым то есть это это очень интересная вещь и далее написано в 12 месяц то есть в месяц Сеодар в 13 день его в который пришло время исполниться по велению царя и указу его в тот день когда надеялись неприятели иудеи взять власть над ним и вышло наоборот что сами иудеи взяли власть над врагами своими и собрались иудеи в городах своих по всем областям царя чтобы наложить руку на зложелателей своих и никто не мог устоять пред лицом их потому что страх пред ними напал на все народы и все князья в областях и сатрапы и области начальники и исполнители дел царских поддерживали иудеев потому что напал на них страх пред мордахеем ибо велик был мордахей в доме у царя и слава о нем ходила по всем областям так как сей человек мордахей поднимался выше и выше и избивали иудеи всех врагов своих побивая мечом умершляя и истребляя и поступали с неприятелями своими по своей воле в сузах в городе престольном умертвели иудеи и погубили пятьсот человек а Паршандафу Далфона Асфафу Парафу Адалью и Аридафу и Пармашфу Арисая Аридая и Ваизафу десятерых сыновей Амана сына Амадафова врага иудеев умертвели они а на грабеж не простерли руки свои и сказал царь царицы Исфири в сузах в городе престольном умертвели иудеи погубили пятьсот человек и десятерых сыновей Амановых что же сделали не в прочих областях царя какое желание твое и оно будет удовлетворено и какая еще просьба твоя она будет исполнена и сказала Исфирь если царю благоугодно то пусть бы позволено было иудеям которые в сузах делают то же и завтра что и сегодня а десятерых сыновей Амановых пусть бы повесили на дереве вот вы видите вот десять сыновей вот это рукописание которое было против нас он пригвозил ко кресту посмотрите что она просит пусть бы вот этих десятерых повесили на дереве сыновей и приказал царь сделать так и данный это указ в сузах и десятерых сыновей Амановых повесили И собрались иудеи, которые в Сузов, также и в четырнадцатый день месяца Адара, и умертвели в Сузах триста человек, а на грабеж не простерли руки свои, и прочие иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих, и умертвели из неприятелей своих семьдесят пять тысяч, а на грабеж не простерли руки своей. Это было в тринадцатый день месяца Адара, а в четырнадцатый день всего же месяца они успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Итак, еще раз напомню, десять сыновей Амана, повешенных на древе, это славный образ истребления учением бывшего о нас рукописания, десятословия, которое было против нас по приказу ортоперства в лице Христа, это рукописание было взято из нашей среды и пригождено ко кресту, отняв таким образом силу у начальства властей, чтобы властно подвергнуть их позору, восторжевав над ними собою. Враждебные народы, находящиеся в других областях, подвластных от так сердцу, это образ нечестивых и беззаконных людей, находящихся в среде избранного Богом остатка. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но суть не таковы, лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя, Откровение 3, 9. И, пожалуй, я закончу эту мысль заключительными словами, следуя нами из речения. Все народы окружили меня, но именем Господнем я не зажил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господнем я не зажил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в тернии. Именем Господнем я не зажил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Да поддержит всякого из нас Господь, как Он поддержал Давида, который принял веру, что он не умрет, но будет жить вечно. Но это обетование было обетованием последних дней, которое сегодня открыто вам, и вы сделались достойными Бога. Что он открыл вам. Иначе он бы не открыл бы это вам, если бы он не обратил на вас благоволение. Потому что, несмотря на Амана, который зверствовал внутри вас, вы оказали верность Господу, и вы не преклонялись пред Ним. Вы продолжали воевать против Него. И вы одержите полную победу. Это будет чудесное время. Это будет чудесное время, когда наши тела будут облечены, как Мардахей вышел в Венце, в славном одеянии. Потому что Бога не видят, но не увидели признаки царя, то есть в царстве которого они находились. Поэтому люди увидят это. И поэтому, как написано и в других местах Писания, цари узнают то, чего не было говорено. Они будут в ужасе и в удивлении. Эти люди будут иметь бессмертие и нетление. Убить их уже будет невозможно. И поэтому какое-то время, прежде чем будет Церковь Иисуса Христа восхищена, многие народы, она обратит ко Христу. Чем? Вот тогда уже люди будут слушать только их. Никого не будут слушать. Ни один проповедник не будет иметь, ни один миссионер не будет иметь никакого успеха. Люди будут слушать только того человека, кто будет облечен в нового человека, тело которого будет облечено. Потому что они скажут, как ты этого достиг? Расскажи нам. А он будет говорить. Каждый из вас может просто свидетельствовать. Каждый из вас станет вот этим светом для мира, благовестником. И многие, вот слово «многие» – это очень много означает, что в это время очень многие придут к настоящему спасению и познают настоящего Христа. А то получается так, когда мы говорим, то люди, которые с нами, они поклоняются другому Христу. Действительно, мы поклоняемся не такому Христу, которому поклоняются эти беззаконные нечестивые люди, которые считают себя праведными, легализировав многие грехи. Поклонимся перед Господом и будем благодарить Его, у кого есть такая возможность, или же склоним наши головы и да благословит нас Господь. Аминь. Небесный Отец Своим Иисуса Христа, я вновь и вновь вместе с народом Твоим поклоняюсь в духе моем на всем славном месте, которое чертила десница Твоя для поклонения святому имени Твоему. Да будет благословена милость Твоя на месте всем отныне и вовеки. Вечно милость Твоя да будет нашим одеянием, нашей мантией и нашей короной. Я верю, что Ты соделаешься по великой милости Твоей, ибо мы рабы Твои. Мы приняли это семя в сердце своё и взрастили его в сердце своём в плод древа жизни. Да будет позволено народу Твоему облечься в плод древа жизни. Только по Твоему приказу мы можем быть облечены в то, что мы имеем внутри себя. Благодарим Тебя. Мы верим, что Ты бодрствуешь над словом Своим и что Ты исполнишь желание сердца народа Твоего, чтобы отмстить врагам Своим, как вне наших тел, так и внутри наших тел, чтобы наши тела освободились от тления и греха, и чтобы бессмертие, находящееся в нашем новом человеке, облекло наше тело, и оно стало нетленным. Где бы Ты мог показать красоту Твоего искупления, свою славу на этих телах, Господи, мы радуемся этой славной вести, что это возможно в измерении времени и что мы дожили до этого времени, и что Ты, тем святым, которые приняли это в свое сердце, дашь возможность родить этого мафусала, этот плод, прогнать эту смерть. Ты сказал, если я дал возможность зачать, то я дам возможность и родить. Поэтому Ты продлишь до нежизни тех людей, которые думали, что их жизнь уже пришла к закату. А на самом деле для них пришло утро, славное утро, где Ты прославишься в них и через них. Благодарю Тебя за это откровение и поклоняюсь вместе со святым народом Твоим. Великий Бог, Отец и Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава вовеки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единному премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok